уильям гибсон осколки голографической розы читает вошков специально для киберпанк 2.0 тем летом паркера мучила бессонница временами в сети падало напряжение и внезапные сбои дельта индуктора болезненно резко выталкивали его в сознание чтобы не просыпаться он черной изолентой примотал индуктор к работающей от батарей деки vsv и с помощью переходников и миниатюрных зажимов крокодилов замкнул их друг на друга потеря тока в индукторе переключала деку на реверс однажды он купил по случаю кассету vsv которая начиналась с того как субъект засыпает на пляже записывал ее молодой светловолосый йог с охватом зрения 20 на 20 невероятно острым восприятием красок парнишку отвезли на барбадос с единственной целью подремать и проделать утреннюю зарядку на мелком песке частного пляжа микрофиша в прозрачной ламинированной обложке кассеты поясняла что одной лишь силой воли йог способен заставить себя пройти через альфу к дельте паркер который уже два года не мог спать без индуктора еще удивлялся тогда как такое возможно ему лишь однажды удалось высидеть весь фильм хотя теперь он уже знал каждое ощущение на протяжении пяти субъективных минут самым интересным фрагментом в последовательности кадров ему казался незначительный промах редактора в начале рутинных дыхательных упражнений беглый взгляд вправо вдоль белого пляжа выхватывает фигура охранника патрулирующего проволочную изгородь черный автомат переброшен через плечо пока паркер спал из энергетических систем города утекало электричество переход от дельты к дельте в с в темное вторжение в чужую плоть привычка смягчает шок холодный песок под обнаженными плечами в утреннем ветерке штанины потрепанных джинсов хлопают по голым коленям скоро парнишка окончательно проснется и примется за свою от хрома сиендра что-то там чужими руками паркер стал нащипывать в темноте деку в с в три утра сварить себе кофе светя в чашку фонариком пока наливаешь кипяток записанные утренние сны тают увиденный чужими глазами темный плюмашку бинского парохода бледнеет вдали вместе с горизонтом которому он карабкается переползая с волны на волну по серому экрану сознания три утра да и вчерашнему дню расположиться вокруг тебя плоскими схематичными зарисовками что говорил ты что сказала она смотрел как она собирает вещи набирает номер такси как не перетасовывая они все равно складываются во все тот же замкнутый круг распечатки иероглифы сходятся на центральном компоненте ты стоишь под дождем кричишь на таксиста рикшу дождь был кислотным и горьким а по цвету напоминал мочу водитель обозвал тебя задница заплатить все равно пришлось вдвое у нее было три места багажа в респираторе и защитных очках рикша походил на муравья нажимая на педали он исчез за пеленой дождя она не обернулась последнее что ты видел гигантский муравей показывающий тебе средний палец первый в своей жизни аппарат в св паркер увидел в одном из техасских мусорных городков городок назывался джунгли джуди паркер хорошо помнил массивную консоль заключенную в оболочку из дешевого пластика под хром заскормленную в прорезь 10 долларовую банкноту получаешь пять минут гимнастики в невесомости на швейцарском орбитальном курорте качаешься себе по 20 метровым перегилием в обнимку с моделью журнала vogue 16 лет от роду вот уж действительно ходовой товар в джунглях где достать пистолет было проще чем принять горячую ванну год спустя с фальшивыми документами он оказался в нью-йорке под рождество когда две ведущие фирмы выбросили на прилавки универмагов первые переносные деки порнотеатры в св так буйно но кратко рассветшие в ту пору в калифорнии так и не оправились от их натиска исчезла и голография раскинувшиеся на целые кварталы фуллеровские купола эти голохрамы времен детства паркера превратились многоэтажные супермаркеты или приютили ряды игровых компьютеров в их закоулках еще можно отыскать старые консоли под потускневшими неоновыми надписями вероятностное сенсорное восприятие которое пульсирует сквозь голубую завесу сигаретного дыма теперь паркеру 30 и он пишет покадровые сценарии для в свое вещание программируя движение глаза этой человеческой видеокамеры индустрии иллюзий частичное затемнение продолжается в спальне паркер колотит по клавишам на обтекаемые алюминиевой поверхности своего синдай мастера сна навигационный огонек мигает потом дека погружается во тьму с чашкой кофе в руке паркер тащится пока в рук шкафу который она опустошила вчера луч фонарика ощупывает в поисках улик любви голые полки находит сломанную застежку на кожаном ремешке кассету vsv и открытку на открытке отраженная в белом свете голограмм морозы у кухонной раковины он скармливает ремешок мусоропроводу вялый затемнение тот жалуется но проглатывает и переваривает аккуратно держа за уголок паркер подносит голограмму к вращающимся челюстям железные зубы разрезают ламинированный пластик мусоропровод обиженно скриже щит и вот роза разлетается на тысячу осколков час спустя он сидит на неприбранной постели и курит ее кассета вставлена в деку готова для просмотра пленки женщин обычно сбивают его с толку но он сомневается что именно по этой причине он медлит сейчас запустить машину приблизительно четверть всех пользователей vsv испытывает некоторый дискомфорт пытаясь ассимилировать субъективное тело противоположного пола звезды вещания vsv становится в последнее время все более андрогинными чтобы привлечь и эту часть аудитории но записи самой анжелы никогда раньше не отпугивали его а что если она записала любовника нет этого не может быть просто неизвестно какого качества кассета когда паркеру было 15 лет родители подписали за него контракт на стационарное обучение в одной из дочерних компаний японского синдиката по производству пластмасс в то время он считал что ему крупно повезло конкурс заявлений на обучение был просто огромен три года он прожил в казарме распевал по утрам гимны компании и раз в месяц ему как правило удавалось выбраться за заграждение центра на поиске девочек или голодрома в контракте значилось что обучение окончится в день его 20-летия выдержи паркер до конца он приобрел бы право на полный статус служащего за неделю до того как ему исполнилось 19 с двумя украденными кредитными карточками и сменной одежды он в последний раз вышел за ограду в калифорнию паркер прибыл за три дня до падения диктатуры новых раскольников в сан-франциско метались по улицам стреляя друг в друга какие-то военизированные политические группировки все четыре временных правительства города провели такую эффективную работу по запасанию продовольствия что почти ничего нельзя было достать последнюю ночь революции паркер провел в подвале сгоревшего дома на окраине таксона занимаясь любовью с девочкой из нью-джерси то объясняла нюансы своего гороскопа между приступами почти беззвучных рыданий не имевших впрочем ничего общего с тем что он говорил или делал много лет спустя он вдруг осознал что понятия не имеет что толкнуло его разорвать контракт первые три четверти кассеты пусты нажимаешь клавишу чтобы на скорости перемотать себя вперед сквозь статическую дымку стертой записи где вкус и запах сливаются в единый канал на аудио входе белый звук беззвучие первичного темного океана продолжительное воздействие аудио входа со стертой пленки может вызвать гипнотические галлюцинации в полночь паркер скорчившись затаился в кустах у дороги в нью-мексико глядя как на трассе догорает бензовоз пламя освещает белую ломаную линию за которой он следовал от самого таксона с расстояния двух миль взрыв был виден белым полотничем жаркого света превратившего бледные сущие обнаженных деревьев на фоне ночного неба фотографический негатив их самих угольные ветви на магниевом небе многие беженцы были вооружены кислотных дождях залива дымились кострами их мусорные города этим-то поселением и был обязан техас тем шатким нейтралитетом который ему удавалось сохранять среди расколовших побережья группировок городки сооружались из кусков фанеры и картона листов раздувающегося на ветру пластика и островов мертвых автомобилей поселение носили идиотские фарсовые названия вроде город прыга или сластена имевшаяся в них правительство лишь с большой натяжкой можно было назвать таковыми как впрочем и их территории которые непрестанно дрейфовали в переменчивых ветрах теневой экономики федеральные войска и войска штатов которые посылались чтобы смести города изгоев редко находили хоть что-нибудь но после каждой такой экспедиции на перекличке несколько человек не отзывалась кто-то продавал свое оружие жёг форму другие же слишком близко к сердцу принимали контрабанду которую их посылали искать через три месяца паркер решил что надо выбираться но обеспечить безопасный переход через армейские кордоны мог только товар удача улыбнулась ему чисто случайно однажды вечером огибая завесу сального кухонного дыма низко висевшую над джунглями он споткнулся едва не упал на труп тело женщины лежала в русле пересохшего ручья мухи поднялись было сердитым облаком но потом сели не обращая на него внимания на женщине была кожаная куртка а по ночам паркер отчаянно мерз покопавшись в свалке вдоль бывшего ручья он отыскал длинную палку в спине куртки прямо под левой лопаткой сделала аккуратное круглое отверстие размером с карандаш подкладка куртки когда-то красное теперь совершенно почернел стала жесткой блестящей от запекшейся крови подцепив куртку на конец палки он отправился на поиски воды куртку паркер так и не постирал в левом кармане нашлась почти лунца кокаина аккуратно завернутая в полиэтилен и прозрачную хирургическую пленку а в правом оказались 15 ампул мегациллина d и 10-дюймовый кнопочный нож с роговой рукоятью антибиотик стоил вдвое дороже кокаина нож он всадил в гнилую колоду пропущенную сборщиками топлива из джунглей и повесил на него куртку которую стоило ему отойти тут же окружили мухи той же ночью в баре с рифленой жестяной крыши ожидая появление одного из юристов которые прокладывали проходы через кордоны он впервые в жизни опробовал модуль в свой аппарат был огромен весь из неона и хрома и владелец им очень гордился а еще толстяк собственноручно помогал потрошить грузовик если хаос 90-х годов отражает радикальное смещение в парадигмах визуальной грамотности а именно окончательный отход от традиций до голографического общества ласка и гутенберга то чего следует ожидать от этой новейшей технологии с ее обещаниями дискретного кодирования и последовательной реконструкции всей шкалы сенсорного восприятия робук и пирхал новейшая история америки системный обзор скоростная перемотка сквозь бормочущие без времени стертые записи в в ее тело солнце европы улице незнакомого города афины греческие буквы вывесок и запах пыли и запах пыли смотришь ее глазами думая о том что эта женщина еще не встретила тебя ты только выбрался из техаса на серый монумент на лошадей из камня с которых взлетают вверх и кружат вокруг голуби и статика охватывает любимое тело стирает до серости и чистоты волны белого звука разбиваются о пляж которого нет и пленка заканчивается горит огонек индуктора паркер лежит в темноте вспоминая как водопадом осколков рассыпалась голограмма розы это свойство присуще любой голограмме подобранный должным образом освещенный каждый осколок покажет полное изображение проваливаясь в дельту он видит в розе себя каждый разрозненный фрагмент воспоминаний несет в себе целое которого он никогда не знал украденные кредитные карточки выжженный пригород сочетание планет незнакомки горящий на трассе бензовоз плоский пакетик наркотиков заточенная бетон кнопочный нож узкий и острой как боль и думает так значит все мы осколки друг друга и так было всегда это мгновение путешествия в европу затерянная посреди серого океана стертой кассеты стала ли она теперь ближе или реальнее от того что он тоже побывал там она помогла ему получить документы нашла первую работу на всв это их история не история это черная поверхность дельта индуктора пустой шкаф и не засланная постель история это его отвращение к совершенной машине тела в котором он просыпается если кончается ток гнев на рикшу и и отказ оглянуться через радиоактивный дождь однако каждый осколок показывает розу под иным углом вспоминает он но дельта накатывает накрывает его с головой прежде чем он успевает спросить себя что именно это значит